Если у вас нету НАТО, статья на РТ за 5 декабря 2019 года Дмитрий Дробницкий. Нынешний юбилейный саммит НАТО в Лондоне был замечательным во всех его проявлениях. И в том, как лидеры спорили, ссорились и пикировались друг с другом. И в том, как потом мирились. И как уже после отлета Трампа принималась итоговая декларация. И что это была за декларация? Наконец, стараниями мировых СМИ мы по-настоящему ощутили атмосферу интриг и скандалов, сопровождающих столь масштабное мероприятие с участием лидеров свободного мира. Раньше медиа освещали такие события с подобающим почтением, но теперь их установка на антитрамповскую пропаганду позволила нам разглядеть их во всей красе. Если говорить серьезно, то и сам саммит, и его итоговая декларация представляют собой определенную загадку. Как при таких внутренних противоречиях и личных антипатиях они умудряются сохранять свой союз и принимать совместные документы? Тут ведь уже не только в Трампе разрушители дела. Посмотрите на фронт у Франции, оцените поведение Турции. Польша и странам Прибалтики попросту заткнули рот и задвинули вопрос об их безопасности перед лицом России в пыльный угол. Вообще-то именно этот вопрос и должен был стать главным на саммите, а они смиренно поставили свои подписи под декларацией. Неправда, что эта декларация является набором ничего не значащих общих слов. В ней есть очень важные пункты. Некоторые из них тревожные, заслуживающие серьезного анализа, но об этом чуть позже. Сейчас важно отметить, что очень разные лидеры, некоторые из них еще и лично друг другу не нравятся, сохранили НАТО и даже, как это принято говорить, придали организации новое звучание. Вообще-то, Североатлантическому альянсу не раз прочили скорую смерть. Иногда такие предсказания делались в полемическом запале, безо всяких серьезных аргументов. Порой желаемое выдавалось за действительное, но были и прогнозы, основанные на логике. Общим местом в них было отсутствие целей для столь большой и могущественной военно-политической организации после окончания Холодной войны. Но она продолжала существовать и принимать в свой состав все новых членов. Допустим, в начале 1990-х в западных столицах были опасения, что на постсоветском пространстве может возникнуть реваншистское государство с имперскими амбициями, а страны Восточной Европы выберут себе агрессивных националистических лидеров, которые начнут выяснять друг с другом отношения, не гнушаясь вооруженными конфликтами сил. Это, конечно, безумное предположение, достойное мастера технотриллера, но никак не солидного аналитика. Но, может быть, в Вашингтоне и Брюсселе решили не рисковать? Так или иначе, ничего подобного не произошло. Все бывшие участники Варшавского договора выстроились в очередь на вступление в Евросоюз и НАТО, а Москва с Брюсселем подписали в 1997 году договор о сотрудничестве. Этот договор сегодня у нас подвергается справедливой критике, но что Альянсу-то в нем не понравилось? Он начал свое расширение на восток, уничтожив попутно Югославию. В нулевых процесс продолжился. Сегодня НАТОвские структуры расположены непосредственно у наших границ, и если бы не решительные и при этом вынужденные действия Москвы, они оказались бы также в Грузии и на Украине. Когда официальные представители Вашингтона и Брюсселя называют такие действия агрессивными, они не то чтобы лукавят, просто выстраивают удобную для себя риторическую линию. Авторитетные внешнеполитические издания США и Европы уже давно, еще до попытки евроинтеграции Украины, указывали на то, что Запад сам заставил Россию реагировать, причем эта реакция оказалась достаточно сдержанной. То есть евроатлантический истеблишмент знает, что сам перешел черту. И мы знаем. И он знает, что мы знаем. А мы знаем, что он знает, что мы знаем. Но ладно, случилось то, что случилось. НАТО стоит у нынешних границ России. Весь Варшавский блок сегодня является частью Альянса. У Москвы больше нет клиентских режимов по всему миру. Зачем в этой ситуации сохранять военный пакт, который доставляет столько проблем из-за внутренних трений, не говоря уже о дополнительных расходах? Совершенно очевидно, что борьба с мировым терроризмом, его существование не оправдывает. Во-первых, потому что все имеющиеся структуры НАТО всячески сопротивляются тому, чтобы их усилия были перенаправлены на такую борьбу. Во-вторых, для контртеррористической деятельности существуют более эффективные международные структуры, некоторые из которых включают и Россию. В-третьих, среди самих членов Альянса есть разногласия по поводу того, какие именно организации считать террористическими. В частности, до сих пор нет согласия между Анкарой и Брюсселем относительно рабочей партии Курдистана. Так почему же НАТО до сих пор существует и не распадается, несмотря на все внутренние конфликты? Думаю, что основных причин три – сила наднациональной бюрократии, зависимость мировой финансовой системы от мифа о коллективной безопасности и желание западных лидеров использовать Альянс в качестве инструмента продвижения своих политических интересов. НАТО – это не только танки, солдаты, корабли и самолеты. Это аппарат управления, который не готов самораспуститься и отказаться таким образом от своих административно-финансовых бонусов. Влияние этого аппарата на политикумы Запада было сильно недооценено теми экспертами, которые прогнозировали смерть Альянса. Большие структуры с хорошо развитой бюрократией не распадаются просто так. Требуется поистине титанические усилия, чтобы их санировать или хотя бы реформировать. Самое печальное в этом факте состоит в том, что НАТО является постоянным клиентом мозговых центров, формирующих наиболее агрессивную внешнеполитическую идеологию. Далее. Экономика Запада, да и всего мира, на сегодняшний день завязана на возможности Соединенных Штатов осуществлять внешние заимствования. США открывают свои рынки для союзников, в результате чего возникает гигантский торговый дефицит, а также дефицит бюджета, покрываемый за счет заимствований от тех же самых союзников. Поэтому, в частности, глобальной элите в свое время пришлось сделать квазисоюзникам и Пекин. Эмиссия доллара также напрямую зависит от этих заимствований. Таково правило ФРС США. От эмиссии, в свою очередь, зависит стабильность западных экономик, так что ни один из участников этой схемы не готов от нее отказаться. А легитимировать ее перед избирателями можно только через американский стратегический зонтик в рамках союзнических отношений. Не станет Североатлантического альянса, а рассыплется и вся эта конструкция. Наконец, НАТО – это союз, в рамках которого взаимная зависимость европейских и североамериканских государств проявляется в гораздо большей степени, нежели в «семерке», ЕС или ВТО, и за счет развитой бюрократической структуры, и за счет завязки альянса на всемирной финансовой системе. Так что каждый продвинутый в аппаратных играх лидер может надеяться дубиться от союзников действий по своему сценарию. Эммануэль Макрон попытался это сделать на саммите, но, судя по всему, у него не очень получилось. А вот Трамп добился примерно 70% того, чего хотел. В итоговой декларации упомянутые вызовы со стороны Китая и необходимость развивать сети связи пятого поколения 5G с оглядкой на евроатлантическую безопасность. И теперь внедрение китайских технологий в Европе столкнется с большими трудностями и объявление космоса сферой военных интересов НАТО. Так что европейские мощности по запуску можно будет частично переключить на решение американских проблем в части противостояния КНР. Кроме того, несмотря на всю артподготовку Макрона, в документ был внесен пункт о приверженности так называемой схеме 2%-20%, согласно которой члены Альянса обязаны иметь оборонный бюджет в размере 2%, 20% из которых расходуются на НИОКР и внедрение новейших технологий. То есть Джонсон, Макрон, Трюдо и другие могли сколько угодно шептаться и шутить за спиной Трампа, но он, проигнорировав финальную пресс-конференцию, обл из Лондона победителем. Ему удалось не все, но многое. Еще предстоит выяснить, что означает отсутствие в декларации упоминаний об Арктике, несмотря на особое внимание к данному региону генсека Столтенберга накануне саммита. По всей видимости, арктическая проблематика вызовет немалые трения между Канадой, США и Данией в будущем, в том числе и в рамках НАТО. Но есть в итоговом документе также положения, которые должны всерьез насторожить граждан стран-участниц Альянса. В пункте номер 6 дважды в качестве задач НАТО называется «Повышение устойчивости обществ и защита их устоев». В наше время несложно догадаться, что стоит за этими определениями. Евроатлантический блок нацелился не только на сдерживание России, борьбу с киберугрозами и терроризмом, но и на сохранение приверженности западных обществ ценностям либерального миропорядка, который также не раз упоминается в декларации. Так что движением, набирающим обороты в Британии, Франции, Нидерландах, Австрии, Италии и т.д. теперь будут противодействовать не только национальной спецслужбе, но и структурой НАТО. Само собой, это будет сделано под видом борьбы с очередным российским вмешательством. Но факт остается фактом. Евроатлантическое начальство развязало себе руки в борьбе с неугодными политиками. Возможно, именно поэтому, а не из-за шуток Макрона, Джонсона и Трюдо у него за спиной, Трамп и покинул саммит досрочно. Россия в связи с этим следует окончательно расстаться, как минимум, с тремя иллюзиями, что Европа может обрести всамделешную самостоятельность от США, что НАТО и Запад в целом откажутся в обозримом будущем от сдерживания России, это самый хороший публичный повод для сохранения столь удобного для всех альянса, и что альтернативные лидеры вроде Макрона смогут сохранить глобальный миропорядок в его нынешнем виде, и таким образом остановить новое всемирно-экономическое и индустриально-технологическое соревнования государств за место под солнцем в 21 веке. Дмитрий Дробницкий, если у вас нету НАТО... Субтитры создавал DimaTorzok